здравствуйте дорогие друзья рада вас приветствовать на нашем виноградном канале зовут меня светлана и сегодня мы с вами разговариваем об общих принципах приготовления вина в домашних условиях я вам кратко расскажу процесс приготовления кратко расскажу какая операция следует за какой ну почему кратко потому что на самом деле каждый этап он имеет свои нюансы свои условия если я буду это рассказывать в одном видео это будет безумно долго и вы станете слушать поэтому в сезон просто поэтапно все это обо всем этом буду рассказывать более подробно сегодня базовые принципы приготовления красного белого и розового вина в том числе и в домашних условиях и так готовим вино красное первое мы собираем урожай перебираем убираем все плохие ягоды все порченные снимаем загребни и светочек отделяем ягодки давим любым удобным для нас способом и ставим на брожение в этот момент кто-то может добавлять серу кто-то может добавлять культурные дрожжи об этом будет рассказано либо мы ставим бродить на диких дрожжах помещаем какую-то емкость это может быть какая-то бочка если у вас небольшой объем это ведро сверху чем-то прикрываем потому что чтобы там ушки всякие не залетали мусор не залетал но плотно закрывать нет необходимости туда можно и даже в определенной степени нужно чтобы поступал воздух через некоторое время у нас начинается процесс брожения помещаем мы все это при комнатной температуре дальше наша задача вот это сусло которое мы приготовили перемешивать два-три раза в день по возможности но перемешивать его необходимо когда брожение начинается появляются пузырьки потом поднимается так называемая шапка то есть все вот эти виноградные шкурки они становятся сверху шапка это становится такой плотненькой иногда видно что через нее идет газики так я это буду показывать вот основное значит мы бродим на мизге и перемешиваем сколько длится приблизительно опять же для домашних условий не вникая в отклонение от технологий от трех дней до где-то восьми иногда десяти после того когда это время прошло нам надо отделить эту самую мизгу от уже сусла там уже есть небольшой уже есть небольшое содержание спирта как отделяем самое простое для домашних условиях это пропустить через дуршлаг вот но в дальнейшем уже выжимки эти например от прессовать если есть пресс если нет просто отжали насколько это возможно заметьте в тот момент когда мы ставили на брожение я не говорила вам ни про добавление сахара не про добавление воды хорошее качественное вино делается без всего этого да есть случаи есть исключение об этих об этом мы будем отдельно говорить когда вода и сахар могут быть необходимы но это исключение они правила в правиле есть только виноградный сок и больше ничего другого и так значит на чем мы остановились мы слили наше сусло более-менее его процедили заливаем в какую-то уже бутыль на дальнейшее дображивание ставим гидрозатвор в качестве гидрозатвора может служить перчатка тоже про затворы будем отдельно разговаривать и уже дальше она дображивает брожение может длиться очень различное время и об этом отдельно но после того как она закончилась когда гидрозатвор перестал работать мы видим что выделение углекислого газа уже не происходит считаем что брожение закончилось именно в этот момент мы снимаем с осадка я думаю что многие слышали даже начинающие что это такое мы сливаем жидкость сверху чтобы не затронуть то что осталось снизу именно в этот момент и перемещаем в холодное место желательно хотя бы там на несколько дней поместить в температуру минус 2 минус 4 при таком холоде лучше вино стабилизируется она лучше осветляется то есть лучше становится становится прозрачным и в этот момент выпадает так называемую винный камень это соль винной кислоты она выпадает в осадок и в виде таких кристалликов все после того как винный камень выпал мы еще раз сняли с осадка помещаем в какое-то прохладное место в принципе вино наше готово даже молодой вину после того как брожению остановилась это уже можно потреблять хотя если его дальше подержать она будет вкуснее и интересней ну и когда например разливать по бутылкам когда она же полностью осветлилась если мы его не выдерживаем в дубовых бочках например а если у нас небольшой объем домашнего вина мы этого не делаем то в принципе и по бутылкам можно не разливать просто залить в те емкости в которых вино будет полностью их заполнять то есть не должно быть воздушного пространства все с того момента когда у нас брожение остановилась воздушного пространства нам оно не нужно и вино должно содержаться в полных емкостях дальше мы говорим о том что такое белое вино белое вино готовится не только из белого винограда она может готовиться из красного из розового дело в том что винограде основные красящие вещества за исключением некоторых сортов так называемых красильщиков содержатся в шкурке и поэтому если мы сразу от прессовываем а отделяют соку винограда для вина именно на прессе от прессовываем получаем сок будет светлый красящих веществ там не будет поэтому для белого вина берут любой виноград который есть от прессовывает ну понимаете да для этого нужен пресс после этого отстаивают приблизительно сутки в холодном месте желательно в холодильнике можно осветлять и даже нужно как правило осветляют бентонитом в начале после того как мы сок отделили рекомендуют добавлять серу но про серу я буду вообще полностью отдельно разговаривать и уже после того как мы это самое сок осветлили мы ставим его на брожение и ставим его на брожение сразу в бутыль с гидрозатвором то есть понимаете для белых и технологии реализовать вот эту технологию в домашних условиях достаточно сложно но есть еще такая про розовыми еще поговорим есть еще такая категория вин который называется skin contact которые вообще выдерживаются на кожице и на самом деле я свое домашнее вино делала именно таким способом оно из белого винограда но делалось по красному способу все абсолютно идентично смотрите цвет видите абсолютно светленький при том что я не добавляла не серу ничего никаких антиокислителей и полностью это вино делалось по принципу красного на мизге она выдерживалась три дня до белые сусла белый вина если мы пытаемся делать по красному способу окисление может быть вино может быть коричневым я маму вам оставлю ссылку в каком-то из видео я рассказывала про осветление вина и там из довольно такого коричневатого а именно превратилась вот такого цвет ленькая классический цвет белого вина что по вкусу этому любимый сорт реформ в молодом состоянии это груша такая дюшесная как в запахе так и в аромате со временем трансформируется трансформируется в цветочные тона такие цветочно-медовые весной я немножко поэкспериментировала и попробовала ускорить созревание этого вина выставляя его на солнечный свет получилась великолепный продукт вот это вино она не подвергалась такому воздействию но она постояла сейчас уже август еще пока цветочные тона развились не настолько но они есть и очень сильно послевкусие вот это вот медовая либо когда на лугу мы нюхаем ромашку вот это вот ровненько эти ароматы то есть в домашних условиях вполне допустимо делать белые вина скажем так по цвету вкус тоже потрясающие при этом вот продукт вы видите да то есть такое вино можно делать не имея какого-то оборудования не имея специальных химических и других агентов и специальных условий потому что тоже брожение белого вина в идеале оно должно быть ниже чем брожение красного по-хорошему там 17-19 градусов про температуру мы будем разговаривать отдельно то есть если делать вино белое в домашних условиях по классической схеме это достаточно сложно но можно сделать по красной схеме и результат ну на самом деле более чем и розовое вино розовое вино подразумевает контакт со шкуркой крайне непродолжительное время за счет этого и получается розовый цвет то есть это темная сорта винограда которая просто немножечко побыли например с мезгой и чуть-чуть окрасились это может быть добавление мезги красных сортов винограда к белому суслу вариантов как бы несколько я не буду это детально описывать я думаю что смысла в этом особого нету но это кратковременное брожение на мезге темных сортов винограда ну конечно вариант номер два мы в наших домашних условиях можем приготовить розовое вино как из смесей белых сортов и красных ну тогда белых сортов должно быть больше в них мы немножечко добавляем только красных если мы хотим именно получить розовый цвет либо из розовых сортов винограда тоже получается сейчас нет образца показать в прошлом винодельческом сезоне я делала розовое розовое вино по цвету по той же красной технологии то есть самая простая технология приготовления вина это то что я вам описала в самом начале классическая схема и мое розовое вино это была смесь прибалтийских сортов белых и розовых вино было очень насыщенно розовое по цвету такой очень красивая и по вкусу она получилась все очень насыщена явно вкус такого очень хорошего спелого розового грейпфрута в котором сочетаются и цитрусовый и немножко земляничная тона почему я выбирала именно эту технологию то есть приготовление вина по красному потому что она самая простая самая легко и реализуемая повторюсь в домашних условиях конечно можно пробовать можно делать и белые вина по классической технологии можно делать и розовое вино по классическим технологиям в домашних условиях то есть надо для этого еще что-то надо подвал например либо другое помещение, где мы сможем поддерживать постоянную температуру, надо пресс, и если мы занимаемся какими-то небольшими количествами, делаем для себя 10, 20, 30 литров, то иметь оборудование, ну, в общем-то, не совсем разумно. Ну, как я уже сказала в начале, это были базовые принципы, у каждого из этапов есть свои нюансы, есть свои особенности, и об этом в течение сезона мы с вами будем разговаривать. А сейчас вы уже приблизительно знаете, что вас ждет, вы уже приблизительно понимаете, какие этапы вам нужно пройти. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео, ставьте лайки, в комментариях пишите с вами и задавайте вопросы, а под видео, нажав кнопку еще, будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!